всем привет мои дорогие мои любимые уважаемые и неуважаемые в том числе это для хейтеров конечно же рад приветствовать на моем канале сегодня у нас все ничего у нас вторник да я уже все потерялся в этих датах моему вторник да все точно 23 я вспомнил 33 августа могу же быть этим тупым да лето заканчивается осталось буквально неделька я очень надеюсь что будет вообще замечательный сентябрь как у вас погода не забывайте написать пожалуйста в комментариях пишите откуда вы возможно где-то уже пришло по холоданию по севернее туда знаете хотя говорят в питере еще тепло вот по планам меня сегодня я чувствую даже не завтракал да не только пойду завтракать потом у меня в обед урок будет по английскому языку решил немножко подучить но я вам потом расскажу покажу вот что еще чего еще про неадекватов хотел кстати поболтать до все моей жизни последнее время до последний год часто встречается неадекватов которых мне немножко стремновато один неадекват такой но который прям коснулся меня скажем тогда в прямом переносном смысле это было в ноябре в турции того года получается мы там познакомились с девчонками с ребятами в большой компании гуляли и один раз мы пошли в порт вот и в порту получается гуляли до утра до ночи ну короче часов наверно до четырех мы гуляли там ну зашли взяли бухну там ночные магазины пиры пыры идем значит такие в морпорт в алании в турции был кстати в алании вот пришли сели они к нам привязался уже мужик в магазине вот и он это начало такое что-то берет турок взял бутылку что-то там водки или пиво чё-то такого набрал и мы подходим кассину свое оплачивать и он нам ставит типа ну мол оплате оплатить сами ну типа мы должны ему что-то были оплатить таки не менее не тип отдельно а вот потом значит ладно вроде он поставил обратно я не помню он помню ничего себе не взял в итоге мы себе взяли мы пошли в порт он за нами увязался в порту уже все присели ты рыпыры он начал как-то неадекватно вести где в девчонкам себя это чуть ли не лапать уже знаете вот такой вот и катюх там была девчонка на ему сказал типа ты вообще херел что ли ну и чё-то потасовка завязался он то ли обкурен и был то ли бухоник раз он все одновременный бухой обкурен и был неадекватно вообще себя вел вот начались разборки как бы в принципе ребята там такие там кто низенький кто хиленький один я такой знаете более менее здоровый ну вот и он начал это представить девчонкам но они тоже с ребят вступились вот я вступился и вроде моего это что-то он ее как-то назвал уже вот ну и короче мы его ели отогнали он ушел через там я не знаю через полчаса через час смотрим он идет издалека уже темно полностью темно естественно ночь конечно там полицейский отдел прям рядом но если чем через дорогу но стремновато знаете идет такое идет вот так вот руку короче что-то держит как будто там что-то держит и родивки блять будьте аккуратнее мало ли у него там что-то это блин хер знать нож пистолет вот ну неадекваты же могут что-то правильно собой протащить вот и он подходит и я говорю давайте сейчас просто на минималке сведем этот конфликт как бы я вообще не конфликт на сам по себе человека вот я ему говорю но подходит такой видно что немножко злой я ему такой о привет это опять ты тип ну так радостно знаешь как мы встретили как будто ничего не было вон он вроде тоже такой идиот потом начал улыбаться руку уже опустил убрал в руки ничего не было но и мы как-то ты рыбы вроде по-хорошему он извинился перед этой девчонкой перед катей вот что он там где-то может что-то чуть-чуть и и лапнул дернул и он ушел дальше все большим помог нам не это я уже не помню же год почти по большим к нам не приставал потом неадекваты такие прям запоминающиеся у меня попадались конечно были вот в самолете когда я уже весной летел из стамбула сочи и сочи потом москву полетел вот там мужик вообще мы летели четыре часа я сначала наблюдал за ними сидел в наушниках потом он начал как-то себя вести неадекватно что-то встанет то прыгнет дерганы какой-то пошел самолет походил туда-сюда я думаю боится летать чувак просто потом оказывается нифига летим летим наверно посередине уже пути из каждого лети для 4 часа из сочи потому что он в облёд же ну вот сидела рядом с какой-то женщиной с ребенком тоже молодые вот я понимаю что может этого же нас ребенка может они поругались чем короче все как-то объяснять это пытаюсь сам себе я наушниках сижу вообще радостные после полтора месяца на море да я там путешествовал там туда-сюда ну короче такой на позитиве а он сидел через проход то есть у меня крайне сидение и у него через проход крайне сидение а вот и в один момент просто я сижу что на музыку слушай ну может улыбка там лице было и он такой вот так поворачивается и вот так на меня смотрят и понимаю мне палит прям глазами еще такое лицо сделал зло и прям такой болин поворачиваюсь улыбаюсь он что-то мне начинает гореть а я наушниках не слышу снимаю он такой у меня ну да улыбаешься да улыбаешься сейчас мы только выйдем из самолета я такой что что что-то случилось ну так тоже с улыбка как больше не хочу происходит он такой ну выйдем из самолета все узнаешь он прошит не просто какой-то блатняк а просто это видно он сумасшедший у него глаза вот такие вот я не знаю вообще как таких допускают на борт вообще почему они бегают по земле естественно мы прилетели я там старался аккуратнее он самый первый вылетел из самолета в общем-то приземлился начал быстрее собирать шмотки скинул чемоданы на людей которые сидели я думал джина оказался не жена с ребенком я потом у нее спросил это не ваш можно только нет нет вообще теперь на кого-то неадекват сидел рядом и такой блин вам не повезло вот и он убежал самый первый куда он там побежала не знаю я слава богу за вышел его уже не был нигде в аэропорту я уехал спокойно так сказать но все равно в голове таки мысли знаете чего может быть в голове у него да вот слава богу мне пам багаж не надо было получать насколько я помню да я без багажа обошелся я быстрее из аэропорта и уехал вот и вчера был на прямом эфире мне про одну кстати тоже мадам рассказывать что она там на одного блогера ну постоянно мои зрители понимают так у меня говорю скорее всего да без имен подкарауливала одного блогера в москве это просто пипец какой-то вообще не понимаю как можно чужую жизнь да я понимаю ты фанатка возможно ли фанат да и тебе хочется там не знаю какого-то общения можно же нормально написать какую-то я не знаю встречу запланировать в кафе в ресторане да ну просто посидеть пообщаться все мы обычно люди как бы мы не звезды да этот блогер тоже у него не так много подписчиков сегодня 20 тысяч по моему вот в принципе можно было как-то по-хорошему познакомиться а это нет это ночует я не за дневную там у него в подъезде караулит его друзей ой май гад я думаю ё-моё народ вот вот куда куда вы катитесь куда вообще человечество к я понимаю что мне в дальнейшем конечно скорее всего придется столкнуться с подобными инсентуациями вот надеюсь что их конечно будет мало не адекватов по земле ходит много пишите пожалуйста в комментариях были ли у вас такие в жизнь до 100 пудов были какие-нибудь самые такие каверзные случаи обязательно пишите мне интересно почитать не забывайте пожалуйста поставить лайк написать комментарий как я уже сказал да про свои неадекватные случаи возможно восторг интересные были не тут и рассказал за последнее время про неадеквата в жизни мне кажется их столько много о еще за еще один расскажу напоследок шел я тут недавно на минут прилетел я с турции с но наверное летом да это летом уже был я иду такой сидели у денис лента поздно вот иду там темно я иду подсвечиваю телефон и смотрю впереди мужик какое-то время уже второй час ночи есть не 3 он идет идет такой я понял что он пьяненький но вроде идет адекватный ему уже так вот метр полтора друг от друга я иду еще подсвечиваю он раз обернулся 2 обернулся мы заходим самый темный угол вы думаете он просто разворачивается резко а я иду еще более-менее спокойный выпивши такой еду он такой разворачивается резко такой мужик ты достал идти сзади меня я просто у меня первая реакция естественно подпрыгнул у меня реакция сразу я заржал я вот так вот на стресс реагирую начинаю немножко сказать смеяться и вроде успокаиваю сам себя этим ну и как то вот непонятно это все было я такой умеется смешно как он это сделал прыгнул мужик ты че у меня так пугаешь говорю он такой но я просто не люблю когда сзади меня ты все идешь и идешь и таку но мы идем по одной дороге как же блять не идти хочешь обойди езди с другой стороны герд вообще сумасшедший ну очень пипец что-то мне везет последним временем адекват ребят давайте поставим лайк этим историям если вам понравилось напишите в комментариях можно специальную рубрику завести будет видим тема такие обсуждать вот обязательно подпишитесь на канал кто это еще не сделает очень важно нас уже приближается к 5000 подписчикам то есть там четыре с половиной сейчас ну будет скоро уже под 5 а вот так что мы с вами растем я очень доволен на счет поездки я еще не решил сегодня вот надеюсь концу дня я решу в астрахань напоминаю могу поехать на пару дней на выходные так что увидимся новых видео ставим пальцы вверх пишем комментарии подписываемся на канал обязательно ставим колокольчик ну увидимся новых видео всех целуем всем пока